МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Коломеец. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Рабочие приступили к капитальному ремонту площади у Дворца культуры Рыбаков. Великие и могучие севастопольские выпускники сдали самый массовый экзамен 2020 года по русскому языку. Более 50 лет в браке семья Пархоменко рассказала секреты счастливой жизни в любви и верности. В Севастополе начались выездные и вступительные экзамены во ВГИК. У молодых людей, грезящих актерской карьерой, есть возможность занять бюджетные места на курсе Александра Михайлова. По состоянию на утро 7 июля зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом в Севастополе. Среди заразившихся 9-летний ребенок. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города во вторник. Выписаны после выздоровления еще 5 человек. Всего с начала года в городе новой коронавирусной инфекцией заболели 254 человека. Выздоровели 198 человек, пятеро умерли. В настоящий момент в стационарах находится 43 пациента. В инфекционной больнице наблюдаются 137 человек. В городской больнице номер 9 – 89 пациентов. Под наблюдением по месту жительства находится 992 человека. В режиме обсерваторов продолжают работу пансионата «Изумруд» и «Солнышко». В Крыму коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 28 человек. Информацию об этом на своих страницах в соцсетях разместил глава Республики Сергей Аксенов. За 6 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий. 6 случаев при скрининге здоровых лиц. 8 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы. Определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, написал Сергей Аксенов. Он сообщил, что за сутки лаборатории Крыма взяли анализы на коронавирус у 1415 человек. Всего в Крыму зарегистрировано 789 случаев COVID. С выздоровлением из больницы выписаны 578 пациентов. Из них 9 за минувшие сутки. 31 человек скончался. Ранее уволенный глава севнаследия Михаил Рязанцев назначен заместителем директора историко-археологического музея-заповедника Херсаны Ставрический. Об этом скандально известный экс-чиновник из команды бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова сообщил 7 июля в беседе с журналистами информационного портала «Форпост». Телеканалу НТС бывший сторож культурного наследия Севастополя заявил, что не готов комментировать свое новое назначение. Напомним, за все время работы Михаила Рязанцева в правительстве города к нему возникало немало вопросов. Именно при Рязанцеве из действующего списка объектов культурного наследия Севастополя были исключены 142 позиции, в том числе архитектурный ансамбль Центрального городского кольца. Часть объектов культурного наследия безвозвратно потеряны, некоторые из них до сих пор находятся под угрозой застройки. Кроме того, при Рязанцеве практически все архитектурные ансамбли и исторические постройки в городе обзавелись паспортами, в которых территория таких памятников ограничивается стенами зданий, что теперь напрямую подвергает риску сохранность выходящих за границу сооружений ценных элементов городской архитектуры. Это лишь малая часть того, что за годы на должности смог добиться глава Севнаследия. При этом, когда речь заходила о необходимости оперативно принять волевое решение, Рязанцев ограничивался сухими и обезличенными отписками, а задачу выявления объектов культурного наследия под ведомственное ему учреждение без стеснения перекладывало на плечи общественников и жителей города. Наш телеканал неоднократно сообщал о том, как действия начальника Севнаследия с 2017 года буквально уничтожают историю и память Севастополя. В начале июня 2020 года редакции НТС, собранные за годы данные по итогам деятельности Рязанцева, направлены в Следственный комитет. Теперь же экс-чиновнику со столь неоднозначным портфолио доверен один из главных культурных и исторических символов Севастополя – Херсонес Таврический. В заповеднике Рязанцев будет отвечать за музеификацию и охрану объектов культурного наследия. Медкластер с натяжкой. Создание трех объектов федеральной целевой программы – больницы скорой медицинской помощи, инфекционной больницы и онкологического центра, как медицинского кластера в Севастополе, возможно лишь в очень отдаленной перспективе. Такое мнение в эфире телеканала НТС выразил руководитель дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко. Медицинский кластер – это не просто комплекс зданий, но привлечение лучших образовательных практик, научные исследования, новейшее оборудование и бизнес-инфраструктура, уточнил он. До кластера, я думаю, нам в Крыму далеко, да и, честно говоря, даже в России сходу таких однозначных примеров, можно быть, не так много. В мире по-настоящему медицинских кластеров немного. Они связаны либо с наукой, либо с производством оборудования. Андрей Никитченко подчеркнул, что понятие «медицинский кластер» отличается от «медицинского центра». Кроме того, амбициозные проекты здравоохранения могут привести Севастополь в ловушку дотационности, предостерег руководитель дирекции по управлению ФЦП. Одна из главных задач Крыма и Севастополя на данном этапе – предпринимать все меры, чтобы не оказаться в этой ловушке дотационности. Построить инфраструктуру, пригласить людей, нести расходы, но вместе с тем и понимать, откуда придут доходы в бюджет, чтобы эти расходы покрывать. Либо придется идти в федеральный центр и просить деньги на содержание, либо зарабатывать самим. Андрей Никитченко прокомментировал предложенный главой города Михаилом Развожаевым принцип выбора подрядчика для строительства объектов здравоохранения. Напомним, подход заключается в том, что проектировать и строить учреждения будет одна и та же фирма, чтобы исключить вероятность срыва сроков, когда компания-строитель ссылается на плохой проект компании-проектировщика. Однако в этом случае возникают другие риски, за которые несет ответственность в том числе и заказчик правительства Севастополя, акцентировал внимание руководитель дирекции по управлению ФЦП. Подрядчик запроектировал объект под свои строительные возможности, заложил максимально таких решений, которые может исполнить только он. И выйдя на этап уже строительно-монтажных работ, вдруг либо снизил темпы, либо вообще перестал исполнять обязательства по контракту. У заказчика появляется желание расторгнуть договор, но вместе с тем возникает вопрос, а кто может доделать этот объект, если он спроектирован изначально под возможности подрядчика. Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, как и работу дирекции по управлению ФЦП, планируют продлить до 2024 года. Сейчас на выходе новая редакция федеральной целевой программы. Мы ожидаем ее выход из правительства уже в этом месяце, в июле. И там на Севастополь приходится новых 7 объектов с общим объемом финансирования 14,4 миллиарда рублей. Новый газопровод, ливневая канализация, транспортные развязки и служебное жилье. В Севастополе построят еще 7 объектов федеральной целевой программы. Андрей Никитченко анонсировал предстоящие корректировки и уточнил, какие новые объекты добавят в программу развития города. Это газопровод и дюкер с переходом Севастопольской бухты. Это первый этап ливневой канализации в Севастополе. Это реконструкция развязки на пятом километре Балаклавского шоссе. Это реконструкция путепровода на трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Это строительство палатного корпуса на 140 мест в 4-й городской больнице на северной стороне. Это технико-экономическое обоснование комплексной застройки в целях строительства служебного жилья. Тоже крайне важное мероприятие. Подробное интервью с главой дирекции по управлению ФЦП социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя смотрите в ближайшем выпуске программы «Актуальное интервью». Арбитражный суд Севастополя потребовал у застройщика документы, объясняющие, кто разрешил строительство многоэтажных домов на территории Фисташковой рощи. Во вторник, 7 июля, состоялось очередное заседание суда, которое вновь перенесли. Теперь из-за того, что представитель общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик Декор не предоставил необходимые свидетельства. Он попытался объяснить устно, почему изменилось целевое назначение участка и увеличилась территория планируемой застройки. Однако судья попросила предъявить соответствующие словам документы. Дополнение к договору аренды, выданное бывшим главным архитектором Севастополя Александром Маложавенко. Об этом телеканалу НТС сообщила председатель общественного совета прессия в природнодзоре Элина Орел. Был договор от 2001 года, и там туристическое назначение, зеленая рекреационная зона. И вдруг появляется договор от 2018 года, увеличивается территория, и уже не 0,29, а 0,34, незначительно, но тем не менее. И назначение многоэтажная застройка. Вот она просит обоснования. Вот если он присутствует эти обоснования, по этому поводу должно было быть решение правительства. Если оно есть вообще в природе, это решение правительства. Ждем документы. На заседании арбитражного суда по вопросу застройки Фисташковой рощи присутствовали представители Севприроднодзора, Департамента архитектуры и градостроительства правительства города, природоохранный инспектор. Напомним, череда судебных разбирательств по этому вопросу длится уже 9 месяцев. Следующее заседание суда назначено на 25 августа. Рабочие приступили к капитальному ремонту площади у Дворца культуры Рыбаков. Территории в 2 гектара намерены придать совершенно новый вид. Ее оборудуют всем необходимым для семейного отдыха. За ходом работ следят сотрудники Департамента городского хозяйства. 7 июля эксперты вновь посетили объект, чтобы убедиться, благоустройство идет согласно плану. Со специалистами на место строительства выехал Кирилл Попов. Вот это фонтан, собственно. Мы косметический ремонт тут какой-то проведем. В рамках проекта фонтан не предусмотрен. Но если быть честно, то это не фонтан. Его уже впоследствии провели. Ну, сделали из него фонтан. Так это, похоже, техническая емкость для данного учреждения. Работу Дворца культуры рыбаков не прекращаются с начала мая. За обнесенной забором территории ежедневно трудятся 30 человек. И это не считая субподрядной организации. Аномальная жара, которая уже как неделю закрепилась в Севастополе, на общем графике не сказывается, уверяет представитель фирмы «Тектом» Станислав Коноваленко. Мы все местные. Нам это жара не впервой. Мы как бы уже привыкли. Поэтому мы, в принципе, работаем в графике, согласно всех норм и правил. За два месяца подрядчик успел полностью завершить демонтаж старых конструкций. Сейчас в активной фазе подготовка к укладке финишного покрытия. Непосредственно, где мы сейчас с вами проходим, вы видите, здесь уже залит основание бетон армированный. Будет уложена плитка толщиной 90 миллиметров, 9 сантиметров, которая будет выдерживать довольно большие нагрузки. Фирмой уже заложены основные сети коммуникаций, в том числе и для системы полива. Для того, чтобы территория стала по-настоящему доступна для отдыхающих, в проекте предусмотрена автомобильная парковка на 54 места. Ее общая площадь составит 3 квадратных километра. Клумбы укроют рулонным газоном и обведут живой изгородью. Рядом установят скамьи, всего их планируется около 40. А ночью освещать площадь будут новые светильники. Согласно схеме, у Дворца культуры рыбаков появится 150 парковых фонарей. Этот большой участок территории выделяется под детскую площадку. Здесь разместятся десятки качелей и турников для семейного отдыха. Впрочем, есть и один небольшой минус. Не предусмотрены какие-либо навесы. Так что отдыхайтесь в жаркое время года, то еще испытания. Недалеко от детской площадки появится новая зона для воркаута, то есть для занятий спортом. Здесь будут находиться основные тренажеры, наподобие тех, что сейчас расположены в недавно реконструированном сквере 60-летия СССР. Уже имеющиеся лестницы оборудуют пандусами, так что сквер, как его называет сам подрядчик, станет доступным для маломобильных групп граждан. Со своими задачами строители пока справляются, заключили в департаменте городского хозяйства. На настоящий момент нареканий нет. Подрядчик должным образом выполняет свои обязательства. Контроль ежедневный. В Севастополе обновленная площадь обойдется в 81,5 миллиона рублей. Полностью сдать объект подрядчик должен будет до 30 ноября этого года. Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Семинформбюро. Великий и могучий. Севастопольские выпускники сдали самый массовый экзамен 2020 года по русскому языку. 6 и 7 июля почти 2,5 тысячи детей пришли на пункты приема экзаменов, чтобы показать свои знания. О том, как севастопольцы сдают ЕГЭ в июльскую жару и какие правила действуют в аудиториях в сюжете Екатерины Костенниковой. Всего на единый государственный экзамен по русскому языку в Севастополе заявилось более 2400 человек. Однако, чтобы соблюсти требования о социальном дистанцировании, сдачу решено было разделить на два дня. Первая половина выпускников уже написала ЕГЭ в понедельник, 6 июня. А седьмого в 11 пунктах приема члены комиссии ожидают еще около 1100 человек. 153 выпускника будут сдавать единый госэкзамен по русскому в школе номер 22. Здесь для них подготовили 20 аудиторий, в которых разместят по 7-8 человек. Таковы правила эпидемической безопасности. С собой на экзамен можно взять только пару ручек и бутылку с водой. Затем, чтобы сдающие соблюдали все установленные нормы, строго следят организаторы в аудиториях и за их пределами. Они могут свободно выходить из аудитории на момент, когда им в этом есть необходимость. Они перемещаются по территории пункта только в сопровождении организаторов вне аудитории. Самостоятельно они не перемещаются. Ну и в общем-то все условия. Если ребенку вдруг станет не очень хорошо, у нас работает медпункт, работают медицинские работники, можно померить давление, можно принять какое-то лекарство. Затем, чтобы экзамены проходили без нарушений, также следят почти 100 общественных наблюдателей. Часть из них находится в штабе пункта приема, а часть наблюдает онлайн через видеокамеры. За три с половиной часа выпускникам предстоит справиться с 26 заданиями. Это тестовая часть и сочинение. Несмотря на то, что половина севастопольских ребят уже сдали ЕГЭ по-русскому, второму потоку легче не будет, уверяют в городском департаменте образования и науки. На сегодняшний день каждый получает индивидуальное задание. То есть оно вообще фактически невозможно определить, какие были задания. То есть компьютер сам формирует и тут же в аудитории распечатывается и хаотичным образом попадают контрольные измерительные материалы. Невозможно предусмотреть, какие были задания. Острый вопрос, который уже возник во время предыдущих экзаменов – температура в аудиториях. Многие родители жаловались на то, что в классах стоит невыносимая жара. На минувшем заседании правительства Севастополя временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев дал поручение обеспечить комфортные условия в классах. Однако, по словам главы департамента образования Елены Бакамоловой, использовать кондиционеры во время проведения экзаменов запрещено Роспотребнадзором. Дело в том, что по санитарным нормам запрещено использование в связи с ковидом сплит-систем. Это сказано главным государственным санитарным врачом Поповой. И сказано, что вообще исключить сплит-системы и все кондиционирования, потому что оно способствует распространению коронавирусной инфекции. По словам Елены Бакамоловой, даже использование вентиляторов в классах не представляется возможным. Электрические сети старых школ просто не выдержат нагрузки. Чтобы облегчить жару, классы проветривают и зашторивают в них окна. В городском департаменте образования уверяют, что температура в аудиториях комфортная. Некоторые школы вышли, где солнечная сторона, это еще помимо того, что жалюзи есть, еще и заклеивали просто белой бумагой. И в принципе температура, вот я говорю, нигде не зафиксирована больше 28 градусов. Когда сейчас идут обращения родителей, что в таком-то ПП были какие-то проблемы и температура, и ребенок-то в обморок падал, у нас сразу встречное предложение, вот все обращения. Мы будем отвечать так, назовите аудиторию, где проходил экзамен, мы посмотрим, у нас все есть в записи. Эти записи хранятся до 21 марта следующего года. Мы сможем посмотреть, мешало ли ребенку, было ли жарко, как работали все в аудитории, и тогда будем принимать какие-то меры. Сами выпускники перед экзаменом волнуются о заданиях, которые им попадутся на ЕГЭ. У каждого есть свои слабые места. Пунктуация. Почему? Я не знаю, почему. Я просто к остальному хорошо готовилась, а к пунктуации не очень. 26 задание – это задание, где нужно знать всю терминологию, желательно ее заучив, а 8 – это где нужно понимать ошибки в предложениях. А я как бы просто обычно пишу, вроде знаю, как писать нормально. Самое сложное, наверное, справиться со стрессом. А из заданий? Нет, из заданий все легко. Да, обосновать свою позицию очень сложно, 8-е задание очень сложное. Ну а так, главное, не нервничать, все будет хорошо. И все будет хорошо. Только 23 июля выпускники узнают, насколько хорошо они справились с экзаменом по русскому языку. А уже 10 июля им предстоит сдать ЕГЭ по профильной математике. Екатерина Костейникова, Денис Александрович, Севунформбюро. В Севастополе начались выездные и вступительные экзамены во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. Возможность пройти отборы и занять бюджетные места на курсе Александра Михайлова, не покидая своего региона, в этом году появились только у жителей Крыма. Первый день прослушиваний состоялся в понедельник в Севастополе. Из 30 человек, пришедших продемонстрировать талант и испытать удачу, впечатлили мастера только трое. Двое из них прошли во второй отборочный тур. А вот одна девушка настолько запомнилась Александру Яковлевичу, что ее он захотел видеть в числе своих учеников без всяких конкурсов. Одна особенно у меня запала девочка в душу, потому что там такой трепет был, там такая была изразительность и характер, и она училась, и год отучилась. Но так как очень бедная семья, я ничего не могу, она вынуждена сейчас уйти, и я ее возьму без дополнительного конкурса. Вот с первого тура я просто ее забираю, поэтому я и выступил перед, умолил, просил исполняющего губернатора, раздражая его. И в принципе он не то, что конкретно дал слово, но пообещал. Теперь, скорее всего, девушка сможет пройти обучение во ВГИКе за средства города. Кроме того, Григорий Лифанов, главный режиссер Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского, пообещал после обучения непременно взять юный талант на работу в состав труппы. Александр Михайлов убежден, что профессия актера подходит далеко не всем, поэтому всегда советуют несколько раз подумать перед тем, как с головой нырнуть в мир кино и театра. Первое, что я делаю, я отговариваю от этой профессии. Клянусь, я знаю, что такое профессия наша. Почему страшная профессия? Почему я говорю? Сегодня в России семь с половиной тысяч безработных актеров. Что такое безработный актер? Вот я выпускаю курс, я сейчас вручаю диплом. Я, наверное, наберу последний раз в жизни, не смогу больше жить. У меня разрывается сердце, у меня теряется голос, сиплость, голос появляется от волнения. Я буду вручать, у меня будут внутренние, я буду оплакивать. Я вручаю с диплом. У них слезы, и у меня слезы будут внутренние. И они это видят и понимают. Они сейчас выходят в никуда. Театр забитый, заполненный. Кино, видите, что происходит с кинематографом, где горы трупов и море крови. Тем же, кто все-таки решится попробовать свои силы к экзамену, нужно подготовить несколько басен, прозу, около десяти стихотворений, танец и вокал. Также предстоит продемонстрировать пластику, музыкальный слух и, конечно, огромное желание стать актером. На прослушивания ждут молодых людей до 24 лет. Попробовать свои силы севастопольцы смогут еще 9, 13 и 14 июля. Испытания проходят во Дворца детского и юношеского творчества с 11 часов утра. После выездные прослушивания также пройдут в Симферополе и Ялте. Подобный целевой набор студентов из определенного региона – эксперимент для руководства ВГИКа. Подобного раньше не случалось. Всего на курсе Александра Михайлова 25 бюджетных мест. В Крыму и Севастополе преподаватель планирует набрать примерно 15 студентов. Более 50 лет в браке. Семья Пархоменко рассказала секреты счастливой жизни. В преддверии дня семьи, любви и верности мы побывали в гостях у тех, кто лучше всех знает, как на протяжении долгих лет хранить теплые и нежные чувства друг к другу. Анатолий и Галина Пархоменко в прошлом году отметили золотую свадьбу. Они с улыбкой рассматривают фотографии полувековой давности. Анатолий Федорович всю жизнь служил на Черноморском флоте, старший мичман в отставке. Ветеран вооруженных сил награжден девятью медалями. Галина Федосовна более 35 лет проработала на Севастопольском морском заводе имени Сергея Джаникидзе. Награждена медалью «Ветеран труда» и «Благодарностями». С момента их первой встречи прошло уже 53 года, а пара рассказывает об этом так, будто это было вчера. Все, в принципе, началось с чего? Как всегда, служба на Черноморском флоте. Как всегда, увольнение, танцплощадки. Ну и один прекрасный день, пришли мы с товарищем на танцплощадку. Я пригласил молодую девушку танцевать. И говорю, следующий танец за вами. Она еще чуть не хватала. Ну и так, как бы вскользь, но тем не менее я подошел к ней во время танца. Я говорю, что вам сказала, что следующий танец за вами. Этого небольшого диалога оказалось достаточно, чтобы между молодой парой зародились крепкие чувства. Спустя два года отношений Анатолий Пархоменко решил жениться на своей избраннице. Мы посмотрели друг на друга. И наше обоюдное желание было пойти в ЗАГС. То есть, чтобы она стала моей женой, а я ее мужу. Но предварительно перед этим я написал письмо ее родителям. Не только у ее просил руки, а у родителей разрешение. Ну, родители вначале испугались, а туда-сюда. Но тем не менее, жизнь показала свою в том, что я оказался единственным зятем, любимым для данной семьи. Вот уже более 50 лет супруги Пархоменко проживают долгую и счастливую жизнь. За эти годы Галина и Анатолий научились справляться с различными трудностями жизни и взаимоотношений. Даже вывели свою формулу, как избежать крупной ссоры. А если что-то возникает, улыбнитесь навстречу, обнимите друг друга. И все пройдет, все ласки, в добрые. В одну сторону, я в другую. Помолчали и опять в щечку поцеловали. И все, это все. Только ласки, никаких грубочек, никаких тактических. Крика у нас соседи никогда говорили, что за семья, крика никогда нет. В прошлом году супруги Пархоменко отпраздновали золотую свадьбу 50 лет совместной жизни. На праздники дарят друг другу фотографии и каждый раз признаются в любви. В общем, у нас все 70 лет. Первые 70 лет. То есть, в этом вот. Ой, очень здорово. Вообще. А еще супруг гордится увлечением жены. Галина Пархоменко любит выращивать цветы. Весь подоконник семьи уставлен орхидеями, которые пестрят разнообразными красками. Они вырастили двоих детей. Своим примером крепкой и дружной семьи вдохновляют уже и внуков. Дарья Юхновская, Юрий Риутин, Севенфорумбюро. И завершаем выпуск. Информация о погоде. По сообщению севастопольских синоптиков, в среду в городе ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 12 детей. 6 мальчиков и 6 девочек. А на сегодня это все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севенфорумбюро. Телефон редакции плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. НТС Дефис ТВ. Ком. Ждите новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok